Приветствую вас на канале Сокровище Черногории и сегодня мы с вами находимся на пляже Яс. Сейчас у нас последние дни июня 2022 года. Это довольно большой и интересный пляж недалеко от Будвы. Сюда можно попасть или на такси, или на собственном транспорте, или корабликом приплыть из Будвы, или на автобусе, который в сезон пускают к этому пляжу, также к пляжам Терстено и Плочи. В самом конце этого видео будет расписание автобусов. Июнь в этом году выдался довольно жаркий. Воздух выше 30 градусов, 33-35. Вода порядка 25 градусов, поэтому для пляжного отдыха погода замечательная. Мы идем с дальней стороны пляжа Яс, с дальней от Будвы. Тут как раз впадает река в море, в залив, и здесь более такая песчаная часть пляжа, как вы можете видеть. Мы дойдем до самого края пляжа. Там уже будет и галька, и камни. Цены на пиво. Ну, цены, как видите, нет. На этом пляже не низкие, все привозное. Это не город. Так что дешево выпить пиво и поесть на этом пляже. Ну, точнее, это не про этот пляж. Здесь у нас быстрое питание. Гамбургер 4 евро. Филе курятины в лепешке 4,50. Ну, и остальные варианты по 4,50, 4 евро, блинчики по 1,5. Тут, так же, как и на всех других пляжах, есть бесплатные вот части пляжа для всех желающих. Есть лежаки. Лежаки в среднем на Язе сейчас в июне порядка 12 евро комплект. Но если дешевле, вот здесь написано, что комплект 10 евро. Здесь тоже комплект 10 евро. Отдельно 4 евро. Один лежак. 2 евро. Солнцезащитный зонтик. 15 евро какой-то большой комплект. Может, на 2-7. Опять бесплатный участок. Как видите, место есть, где можно расположиться самому. Меня тут спрашивали, почем зонтики в китайском магазине или на базаре от 5 евро. Есть подороже, конечно, и по 10 евро. Но если вам простенький на неделю, попользоваться и оставить его тут, 5 евро, 5-6 евро можно купить зонтик, приходить на бесплатные вот такие вот участки пляжа. И в свое удовольствие отдыхать. Вот еще одно кафе, меню, холодные закуски. Цена за 100 грамм по 9-8-7 евро. Это горбальский сыр, горбальский паршют. Теплая еда омлет на 3 яйца 5.50. Яйца с ветчиной 5 евро. 5, 8, 9 евро. Разные блюда. Вот тоже цены. Комплект 10 евро. То есть по 10 евро в основном, если стоять к морю, с правой части пляжа. С левой там больше по 12. Вывеска на туалет 50 центов. Везде есть переодевалки, души. Как видите, мусорники, мусорные контейнеры, мусорные ведра для всех желающих. Набережную, прогулочную часть уложили плиткой еще в коронавирусные времена. Поэтому очень довольно-таки симпатичное место. Паркинги вон там слева. На данный момент это бесплатно. Я оставил автомобиль абсолютно бесплатно. Паркинги, в принципе, на протяженности всего пляжа есть. С другой стороны набережной. Вот мы подходим к месту, где у нас водные всевозможные развлечения. Ценник на 30 минут 5 евро. Водяной парк на целый день 20 евро. Еще какой-то аквафан парк на целый день 20 евро. Панорама Яза 10, 15 евро, 30. В общем, на любой вкус и кошелек можно найти себе развлечение на пляже Яз. Вот тут у нас более стандартные. Jet ski 70 евро полчаса, час 130 евро. Это на скутерах полетать 50 евро. Один человек, два человека 80, три 100 евро. На watercube одна персона 10 евро, две персоны 15 евро. Можно арендовать лодочку на 60 минут 20 евро. На 6 часов 120 евро. Водные лыжи, все есть. Вы уже, я думаю, заметили, что мы уже ушли со стороны песка, с части песка на этом пляже и пришли уже к гальке. Водные лыжи, все есть. С этой стороны пляжа есть отели, посейдон, еще несколько комплексов. Так что, кто хочет отдохнуть не в Будве, а рядом с Будвой, чтобы было поменьше шума, больше пляжного отдыха, то вполне возможен вариант выбора именно отдыха где-то в таких отелях. У них свой ресторан, свой пляж, море в одной минуте ходьбы от корпуса. Поэтому некоторые наши гости отдыхают даже именно в этих отелях. И вот в этой части пляжа лежаки в основном комплекты по 12 евро. Кто любит уединение, рекомендую выдвигаться вот в эту сторону, уходить по деревянной дорожке подальше от основной массы отдыхающих. Сейчас я покажу, как выглядят пляжи там вдали. Тут также большие пространства для бесплатного отдыха. Лежаки там, где они есть, по 12 евро. А также есть вот такие вот большие территории, где можно расположиться прямо возле воды бесплатно и вдали от основных отдыхающих. А вот здесь у нас лестничка. Это как меня спрашивали насчет районов Будвы, Сеоцы, Приевор. Вот оттуда по той лестнице люди спускаются из этих районов на пляж Яс, кто не на машинах. Вот ценник, комплект 12 евро. То есть повыше, подороже, чем с правой части пляжа, но зато и тут гораздо более безлюдно. Продолжение следует... Ценник тут не меняется. Строго везде 12 евро. И вот такая красота. Отдыхающих практически вообще нет. Кафе еще тоже вот это не открыто. Но судя по тому, что подготовка идет, я думаю, в ближайшую неделю оно откроется. Вот такой прекрасный вид отсюда открывается. И если пройти дальше, через камни, можно увидеть еще один интересный такой пляж вдали от всех глаз. Сейчас мы пройдем, посмотрим на него. Итак, преодолев камни, мы попадаем на пляж, который называется Малая. Малая бич. Вот такие вот шезлонги, креслица вместе с зонтиком, стоят 10 евро комплект. Лежаки полноценные, 20 евро комплект. Как видите, тоже людей немного, есть кафе. Вот цена. Если пройти немножко дальше, там будет еще нудистский пляж. Но я предупреждаю, что нудисты загорают и вот там, где уже каменные пляжи идут. Там, где лежаки по 12 евро. Естественно, нудиста в этот раз я не снимал. И туда вдаль я не ходил по этическим соображениям. Ну что же, наше видео подходит к концу. Вот как вы видите автобус. Я, как обещал в конце видео, покажу расписание, как попасть на этот пляж. Ясно автобусе. Вот расписание. Если вам было полезно, ставьте лайк, делитесь этим видео. И до встречи в Черногории и на моем YouTube-канале. Всего доброго!